Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Группа французских военных обратилась к президенту Эммануэлю Макрону с письмом в поддержку послания отставных коллег, предупредив его, что уступки исламистам ставят под угрозу выживания страны. Об этом сообщают французские СМИ. «Мы говорим о выживании нашей страны, о выживании вашей страны», – цитируют СМИ выдержки из письма, появившиеся в конспиративном издании. «Они, отставные военные, душу положили на уничтожение исламистов, которому вы идёте на уступки на нашей земле», – отмечают авторы послания, адресованного Макрону и кабинету министра Франции. Как сообщается, сейчас непонятно, сколько французских военных стоят за этим письмом и какие у них знания. Под этим письмом могут свободно подписаться все желающие. В то же время сами авторы послания описали себя как молодое поколение военных, непосредственно участвующих в операциях, которые Франция начала после атак 2015 года. «Если начнётся гражданская война, военные поддержат порядок на вверенной им территории. Гражданская война назревает во Франции, и вы прекрасно об этом знаете», – предупредили авторы письма. СМИ напоминают, что ранее письмо с аналогичными оговорками направили 20 отставных французских генералов и группы офицеров. Это обращение вызвало большой резонанс во Франции. Премьер-министр Франции Жан Костекс назвал инициативу недопустимым вмешательством военных во внутреннюю жизнь Франции и выпадом против республиканских принципов, а начальник главного штаба ВС Франции Франсуа Лекуантр пообещал наказать авторов письма. Отметим, что несмотря на его осуждение исламистских сепартистов прошлой осенью после того, как чеченский террорист обезглавил учителя истории Сэмюэля Петча и несмотря на действия президента в отношении экстремистских исламистов, угроза от исламистских экстремистов не исчезла, что и показало недавно совершённое убийство, в котором тунисский джихадист убил женщину-полицейского. После этого правительство ввело новый закон о борьбе с терроризмом, но согласно опросам LCI News, французы ожидали бы большего от президента. 58% респондентов заявили, что они с симпатией относятся к манифесту офицеров. Среди избирателей национального собрания это соотношение значительно выше. Напомним, 9 мая Макрон открыл в Страсбурге конференцию, посвящённую предстоящему Европе. В ходе выступления он призвал восстановить большие проекты, указав на необходимость исследования космоса и мирового океана. По словам президента Франции, Европа должна быть лидером в сокращении вредных выбросов в атмосферу. Вместе с тем, отметил Макрон, что необходимо укреплять авторитет демократии. Он считает, что в ходе многомесячной дискуссии особую роль нужно отвести молодёжи. Лидер Франции убеждён, что именно молодые участники мероприятия внесут наибольшее количество предложений. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.